Здравствуйте, уважаемые друзья! Ситуация вокруг колхоза Красный Труженик закручивается дальше в духе индийского кино. Там сейчас разборки в активной фазе начались. Получается, что сегодня в 5 утра группа неизвестных, там пишут порядка 25 человек, может быть больше, может быть меньше, проникли на предприятие, заняли офис и заняли рыбный цех. Часть людей считает, что это Боков, и есть такая информация, что Боков нанял ЧОП на материке, они полетели и, в общем-то, пошли, так сказать, в атаку. При этом Боков, он на самом деле решением суда восстановлен в должности представителя, то есть он вроде как бы имеет законное право, согласно законам Российской Федерации и Федерации, занимать место, так сказать, занимать это помещение, там иметь доступ к документам. Но его туда не пускали команда Потужного и ЧОП Редькина, который, естественно, там это дело все прикрывал. Вот, получается, приехал ЧОП какой-то с материка, сотрудники какого-то ЧОПа, нанятые Боковым, заняли помещение офисное, заняли рыбный цех. В том числе, там у них возникли, говорят, определенные потасовки с колхозниками, там есть травмы, говорят, средней тяжести. Ну, опять-таки же, пока все на уровне слухов, то есть информация не полная, видео небольшие с места происшествия нам поступают, но они не отражают всю картину того, что там произошло. Вот, кроме того, на ЧП Камчатка тоже публиковали небольшое видео, но там тоже ничего непонятного из этого видео. Так вот, пока по нашей информации Боков заперся в офисе, его там заперли также колхозники, окружили машинами, он вроде как бы там находится сейчас, ему стало плохо, он вызвал скорую помощь. Вот, при этом часть ЧОПовцев с ним, часть ЧОПовцев вроде как бы оказались внутри рыбного цеха. И они там тоже запарикадировались, короче, блин, капец, история, да. Но получается такая ситуация. Потужины, естественно, тоже там со своими ЧОПовцами, которые там местные были, ретхинские, они не смогли ничего сделать, они вызвали полицию. Говорят, сейчас летит полиция на вертолете, может быть, там Росгвардия, я не знаю, с города Петербурга-Камчатка в Запорожье. Вот, но тоже интересный момент, то есть, когда какие-то преступления совершаются здесь на месте, когда на детей напали, вы знаете, вчера на соте проектировщик, там на озере какие-то два непонятных человека, судя по информации нерусской национальности, да, до детей докопались, там чуть ли не придушили девочку, там одну немножко, на мальчика там кидались. Там полиция приехала, поговорила, отпустила, да, а тут разборки на предприятии идут, по сути, с одной стороны, в общем-то, как бы, человек, который, конечно, это все сделал сейчас с боков, да, но он имеет права по большому счету так делать, но при этом никого это не волнует, естественно, летит полиция, почему, потому что полиция, ну, она делает, как правило, сейчас то, что им говорят начальники, начальники, как правило, замыкаются на олигархов, олигархи им платят, и что начальникам говорят олигархи, то, соответственно, начальники дальше уже делают и ставят задачи, соответствующие своим подчиненным. Ну, вот такая интересная ситуация, мы не знаем пока всех деталей и подробностей, думаю, что все видео, мы получим с места происшествия, потому что там есть тоже люди, которые все это дело снимают, фиксируют и потом постараемся разобраться и вам, естественно, всю информацию эту расскажем донесем до вас, чтобы у вас было уже более полное представление о том, что там сейчас происходит. В колхозе Красный Труженик, народное предприятие Камчатки за которое ведут борьбу олигархи Камчатского края. Всего хорошего.